Утро надо начинать с чего-то приятного, например, со сбора помидорок. Сегодня пятница. Скоро практически еще несколько часов будут выходные. Обожаю пятницу. Вот когда работала, когда не работала, вот всегда любила пятницу. Я не знаю, все как-то собираются, впереди еще два выходных. И поэтому почему-то пятница мне очень нравится. Я думаю, я не одна такая. И сегодня, сейчас время еще без 15.09, у меня у соседки еще окна не открыты, она еще, видимо, не встала. А я уже еду в русский магазин с подругой. Решили сегодня поехать. Она уезжает, в воскресенье они уезжают в Хорватию. Почему-то в этом году, ну хотя нет, не в этом году, в последнее время очень многие стали в Хорватию ездить. Мы там ни разу не были. Природа, конечно, там красивая очень. Я отзывы даже не знаю. Как бы такого, что вау, круто, такого не было. Все говорят, что там по сравнению вот с европейскими отелями, там старенькие отели. Такое, ну как, ну в общем, ну не знаю, ну мебель вот такой вот. Помещения старенькие. А так, в общем-то, все довольны, как я понимаю. И, в общем, многие на машинах едут с семьями. Прям берут такой бусик и едут туда. В общем, они едут тоже на машинах у меня вот, друзья. Они три семи поедут. Не спросила, надо будет узнать, как они решили, сколько машин. А мы остаемся дома. Будем дома пока что, не знаю. Будет ли у нас отпуск в этом году, не будет. Хоть даже там пару дней, пока не решили. Так что так, посмотрим, как сегодня день пройдет. Надеюсь, что все будет хорошо. Вернулись с подружкой из магазина. Устала немножко, но терпимо. Но сейчас начинается жара, и как будто из меня силы все уходят. Короче, что произошло? Мы там покупали продукты, но как бы сегодня не сильно много, потому что мы недавно были. Они тем более уезжают, и много не нужно, ну по минимуму там для сына. Приезжает сейчас домой. Ну я тут вещи тоже разбираю. Он звонит. Думаю, что такое, не пойму. Она, короче, говорит, ты представляешь, у меня прям первая строчка идет. Что, говорит, я купила на 7 уэра винограда. Я говорю, ну ты же не брала виноград. Она говорит, я не брала, говорит, я первый раз не проверила чек. Она обычно чеки проверяет, в этот раз не проверила. Первый раз при мне она не проверила чек. И там, короче, написано, что на 7 уэра там виноград. Она позвонила, говорит, я позвонила туда в магазин, сказала, и там ей сказали, что сейчас они посмотрят по камере. И пока мы тут разговаривали, звонок. Она потом мне перезванивает и говорит, ты представляешь, говорит, звонили мне сейчас из этого магазина. Они посмотрели и говорят, а вы мясо брали? Она, говорит, брала. Говорит, посмотрите, там на мясе, там мясо прикрепляется вес и стоимость, на какую сумму. И там стоит уже цена такая же. И она, говорит, она купила печень, по-моему, говяжью. И там написано та же сумма, вес тот же, но в чеке стоит виноград, а на самом деле это мясо такая путаница. Она аж бедная расстроилась, говорит, первый раз не проверила. Говорит, что это такое на 7 уэра, такая еще цена, говорит, это же не 2. Вот так вот, надо чеки проверять, не отходя от кассы. Она аж прям расстроилась, говорит, ну я сейчас, говорит, мы уезжаем, я не приду. Поэтому, говорит, только теперь через 2 недели. А там, в общем, и молодцы, что в магазине классно она так среагировала, все сама сходила, проверила, посмотрела и перезвонила. Молодцы, в общем, конечно. Но так смешно получилось, что почему-то в виноград написано было вместо говяжьей печени. В общем, смешно, но поучительно. В интернете смотрю, все говорят, там дожди пошли, в Москве дожди, на севере похолодало. Везде как-то, а у нас весь август жара, красота. Ну, правда, она, конечно, тоже утомляет, но она вообще стала поменьше. Но все равно так приятно, лето продолжается, прям такое нормальное лето. Даже не чувствуется, что осень скоро. Совсем забыла, сегодня же медовый спас. С праздником вас всех. Чудесный праздник, правда ведь? Сладкий. Я получила телефон, и даже не вечером, а даже полтретьего. И на него тут всякие фоли, фольга для защитной пленки и чехол. И я довольная вся. Снимаю себя на новый телефон. Сейчас покажу, что с моим старым. Вы удивитесь, я думаю. Смотрите. Нормально? Вот такой вот он с обеих сторон. Вот. Бывает и такое. Теперь я его куда-нибудь уберу. Узнаю, куда их можно выкидывать, потому что боюсь, что мусор выкидывать тоже опасно. Ну, вот теперь буду пробовать снова. И я очень довольна. Красота какая, радуга. Тучи идут, я думала, дождик будет. А тут вот радуга. А дождик вон там. Вот между деревьев прям видно его. А тут. Гребит. Сейчас дождик идет сильнее, а радугу почему-то жалко, что плохо видно. Вон она какая большая. Вон. Прям полная. Ой, какая красивая. Почему телефон так не передает, а? Так жалко, но так красиво это смотрится. Правда, я тут вся мокну встаю. Но так красиво. А с той стороны она прям такая яркая. А с другой стороны вот такая вот картина. Солнышко. Но дождик льет. Классно. Дождик. Вот какая красота. С другой стороны она двойная. Сказка. Она с этой стороны почему-то такая яркая, а с той стороны бледнее. Ну, прям полное кольцо. Вот она там наверх уходит. Вот. Вот так вот, Филечка у нас любит грозу. Да, Филечка? Гремит? Там гремит? Вроде не гремит. Филюша. Не гремит уже? Можно вылазить? Не веришь, да? Да. А у нас белорусечки. Да.